Доброе утро, друзья! Сегодня 20 июня 2020 года и похоже завтра у нас будет самый длинный день и самая короткая ночь на острове Ирландия. Альбом Swallow Tales, что в переводе означает «Ласточкины сказки». «Ласточка» это Стив Сваллоу. Сваллоу, вот переводится, это его фамилия и дословно это «Ласточка». Его композиции все на альбоме, но играет с ним вместе, да, сам Стив играет на контрабасе, Джон Скофилд играет на гитаре и Билл Стюарт играет на барабанах. Музыканты все знакомые, все бывалые, все уже в годах и поэтому о них особо рассказывать не буду, едем просто сразу дальше. Скажу одну, так сказать, ложечку дегтя по поводу картинки обложки альбома. Вот мне она не понравилась, потому что на ней ничего нет, нет никакой информации, кроме их имен и все. Картинка сама, вот, значит, обложка, она черно-белая и там непонятно, что изображено. То есть, я бы хотел, мне нравится, когда вот на обложке, обложка несет какую-то дополнительную информацию или о музыкантах, или об альбоме, или о музыке и там что-то есть. Пускай даже какая-то фотография из студии, где они записывались, их лица, их выражения лиц на тот момент, когда они записывались. Это очень здорово, когда ты смотришь какие-то там старые альбомы и ты видишь, как музыканты выглядели тогда, когда они записывали этот альбом. Так вот, хотя бы запечатлите лица этих вот музыкантов и инструменты, на которых они играют или что-то такое вот на обложке альбома. Это я обращаюсь именно к этому лейблу, который довольно знаменитый ICM лейбл, но почему они выпускают альбомы вот с такими невзрачными обложками, я не понимаю. Итак, значит, сказки замечательные. Стив играет прекрасно, но все вокруг, разумеется, гитары Джона Скофилда. Джон Скофилд здесь главный, это понятно, его блюзовая гитара и здесь этот альбом, по сравнению, если с предыдущими там брать, он довольно спокойный, такой лиричный, такой плавный, такой, ну, блюзовый. Вот даже местами вот этот блюзовые вот темы, да, вот его, как бы сказать, там Биби Кинг вот просвечивается хорошо и вот в его вот этих вот, значит, переходах, аккордах. Ну, отличный альбом. Я бы его даже с удовольствием слушал бы где-то там в ресторане или в кафе, где вот можно просто отдыхать, наслаждаться вот такой спокойной, лаунжевой, можно даже назвать, музыкой. Вот, здесь есть несколько вещей таких более быстрых, более бибоповских, да, все-таки это бибоповские музыканты и они очень талантливые и вместе вот там есть места, где они очень четко играют, попадают в ритм и в ноты. Вот он правильно, ой, сейчас, кстати, я сначала зачитаю, что я, значит, что я написал под обложкой альбома. Джон Скофилд был 20-летним студентом в Беркли, когда впервые познакомился с басистом Стив Свалов и с тех пор они часто работают вместе. Мне нравится его мелодия, говорит Скофилд о пьесах «Ласточки». Иногда, когда мы играем, это похоже на одну большую гитару, партию баса и мою партию вместе. Вот про это вот я хотел сказать, что вот именно они дополняют друг друга и впечатление, как будто действительно это или продолжение контрабаса или продолжение гитары. То есть, они очень четко попадают друг в друга и они очень, ну, сыгранность у них просто замечательная. Это слышно сразу, моментально. Вот, а барабанщик, вот дальше продолжаю. За барабаном Билл Стюарт, близкий партнер Скофилда с начала 90-х, который внимательно следит за партнерами и четко держит ритм. То, что делает Билл, это больше, чем игра на барабанах, говорит Скофилд. Это мелодичный музыкальный голос, но и очень приятный свинг. Вот свинга добавляет именно барабаны. Вот он этими щеточками там шуршит, он там такие вот, ну, вот свингует он, это однозначно, вот больше всего, разумеется, барабанщик. Ну, и они тоже, разумеется, это все вместе тоже. Свинга там довольно, довольно, будем сказать, много, но он не танцевальный свинг, а вот именно свинг вот такой качающийся, медленный, спокойный, лиричный. Этот ансамбль впервые записался в 2003 году и с тех пор регулярно играет вместе. Ну, это слышно. Альбом Swallowed Tales, Ласточкины сказки, был записан в марте 2019 года. И, разумеется, в нем только оригинальные пьесы Ласточки. Многие из этих композиций звучали на виброфоне Гарри Бертона, в группе которого много лет назад играл Ласточка. И Скофил, кстати, тоже с Бертоном сотрудничал. А некоторые повторялись такими джазменами, как Стан Гетц, Билл Эванс, Стефан Граппелли, Джим Халл и Пат Мэттени. То есть, довольно знаменитые музыканты обращались вот именно к этим композициям, играли эти каверы на вот эти композиции. Вот, наверное, коротко и все об этом альбоме. Его надо слушать. Это, можно сказать, если коротко, то практически мне больше сказать нечего. Наверное, я закончу на этом. Просто послушайте. Это замечательное трио, замечательный альбом. И да, кстати, в Телеграме уже появился один канал, который упомянул этот альбом уже пару дней назад. Канал называется The Lost Chords. То есть, утерянные аккорды, потерянные аккорды. И если я правильно понимаю... Но канал ведет джазмен по-русски. Вот название канала Lost Chords по-английски написано. А канал вообще ведется на русском языке. И я рад, что есть люди в Телеграме, у которых есть такой же вкус, музыкальный вкус, как и у меня. Еще добавлю две ссылочки под, значит, текстом. Ссылки... Я сейчас говорю про Телеграм. Это, значит, Francesco Ambrosetti Quartet. Очень хороший альбом был, где играл Джон Скофилд. И, разумеется, альбом Джона Скофилда Combo 66. Это его знаменитый альбом. Когда ему исполнилось 66, это пару лет назад было. Тоже есть на канале. Тоже откройте, послушайте и посмотрите. Все. Пока. С вами был Константин из Ирландии. У нас солнца мало, тучки, ветер. Ну, зато самый длинный день и самая короткая ночь уже завтра. Все. Желаю всем хорошего настроения. До свидания. До следующих встреч. Да, и, кстати, я делал эту запись опять с лаптопа. Вот это вторая моя пробная запись с лаптопа. И она звучит по-другому. Я послушал предыдущую запись. Она звучит по-другому. Вроде бы мне показалось, как немножко тише она звучит, чем другие мои записи, которые я делал на телефон. Но вот я для этого сейчас экспериментирую. Я сделал кое-какие настройки. И я надеюсь, что будет лучше. Мне нравится все-таки на нем записывать больше, так сказать. Ну, посмотрим. Это дело, как сказать, нажимное. Все. Пока. Чао. Чао.